ЧЕРКЕСКАЯ Здравствуйте! В студии с информационным выпуском о Марте Киев. Коротко о некоторых событиях. В преддверии майских праздников состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии в Республике. Будут усилены меры безопасности. После обращения жителей муниципалитетов Республики к премьер-министру Республики принят ряд решений. В Доме печати Черкеска презентовали новые книги, изданные Карачаево-Черкесским книжным издательством. Школьники Карачаево-Черкесии принимают участие в Северокавказской Олимпиаде интеллектуальных единоборств. Далее об этих и других темах подробнее. В преддверии майских праздников глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел очередное заседание антитеррористической комиссии в Республике. В первой декаде мая в Карачаево-Черкесии состоятся мероприятия, посвященные Дню Победы, празднику Весны и Труда и 66-й годовщине возвращения карачаевского народа на историческую родину. Участники мероприятия приняли комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей и гостей Республики в период проведения майских мероприятий. Были также рассмотрены дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса Республики, а также культовых сооружений. Председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел прием граждан. После обращения жителей муниципалитетов Республики принят ряд решений. В частности, будет благоустроен парк в ауле Апсуа Адыгехабльского района. До конца текущего года здесь будет уложена тротуарная плитка, установлены скамейки и урны и обеспечено освещение территории. Будет рассмотрен вопрос установки детской площадки. Принято также решение о капитальном ремонте здания школы в поселке Кавказском Прикубанского района. Реконструкция пройдет в рамках регионального проекта «Модернизация системы школьного образования» до конца 2025 года. Вместе с тем, до конца августа текущего года будет отремонтирован лифт многоквартирного дома номер 57 по улице Красноармейской Черкеска. Решили благоустроить ей дорогу к кладбищу в станице Красногорской Усть-Джигутинского района. Работы проведут до конца сентября этого года. А для школы аула «Новая Джугута» построят котельную. В пресс-центре ГТРК Карачаева-Черкесия прошел префинг «Финансовая грамотность через национальные языки». Заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаевой Черкесии Рауф Тугов рассказал журналистам республиканских СМИ о совместном проекте Банка России и нашей телерадиокомпании по переводу аудиолекций на национальные языки. Если человек слышит какую-то информацию по радио от диктора, известного ему на своем родном языке, он эту информацию воспринимает как максимально достоверную. Мы сейчас все понимаем, какое количество источников информации, видов информации сваливается на человека. И зачастую довольно сложно сориентироваться, что на самом деле правда, а что, как выражаясь современным языком, фейк. Поэтому эту особенность мы тоже подметили. Кроме того, о востребованности материалов по финансовой грамотности, но на родных языках, нам сообщили представители регионального террористического общества слепых в ходе коммуникации. Они сказали, что такой формат был бы очень полезен. И вот с учетом этих факторов мы зашли в эту историю. И благодаря поддержке руководства ГТРК Карачаево-Черкесия и, безусловно, профессионализму сотрудников телерадиокомпании, удалось перевести на 4 национальных языка по 10 лекций на карачаевский, черкесский, абазинский и нагайский языки и запустить их, во-первых, в эфире радио с определенной периодичностью, и, во-вторых, очень большое подспорье в том, что на сайте ГТРК был создан крикабельный баннер, через который можно было перейти на банк лекций с четырьмя языками, обозначенными мною. Кроме того, безусловно, мы и разместили там лекции на русском языке. В Малом зале Дома правительства состоялось внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве республики по вопросу недавнего убийства несовершеннолетней в Карачаевске. Заседание было посвящено анализу причин и условий, которые могли послужить предпосылкой совершения преступления, а также рассмотрению действий органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по недопущению подобных случаев. 125 школьников и студентов Карачаева-Черкесии приняли участие во Всероссийском просветительском марафоне «Знания», который проходил на пяти площадках по всей России. В рамках мероприятия молодежи республики получила уникальную возможность пообщаться с первыми лицами страны, представителями крупнейших российских компаний, признанными мастерами культуры и искусства, учеными и государственными деятелями. Перед участниками федерального просветительского марафона выступил председатель правительства России Михаил Мишустин с лекцией, посвященной технологическому и экономическому суверенитету страны. Премьер-министр рассказал о вызовах, с которыми столкнулось мировое сообщество под влиянием глобальных, геополитических, экономических и климатических изменений, почему в эпоху развития искусственного интеллекта, нейросетей и больших данных возможность сохранения исторического знания возрастает немного другое. 900 школьников из районов и городов Карачаева-Черкесии в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаева-Черкесской Республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда» пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель Карачаева-Черкесской Республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. Делегации республики принимают участие во Всероссийском форуме «Школа-герои» в Волгограде, приуроченном к 80-летию победы в Сталинградской битве. В мероприятии принимают участие директора школ Южного и Северокавказского федеральных округов, а также руководители учебных заведений, которым присвоены имена героев. В качестве спикеров выступят видные историки и политики, педагоги и лидеры общественного мнения. Школьники Карачаева-Черкесии принимают участие в Северокавказской олимпиаде интеллектуальных единоборств. В целях выявления и поддержки одаренных детей во Владикавказе проходит вторая Северокавказская олимпиада интеллектуальных единоборств «Кредознание» среди старшеклассников. Участникам предстоит проверить знания по биологии, информатике, математике, физике и химии. Победителем будет признан участник, набравший максимальное суммарное количество баллов по всем предметам. Центральное мероприятие акции «Сад памяти» в Карачаево-Черкесии прошло на въезде в Ваул Новая Джигута. К сотрудникам лесничеств и Минприроды Карачаево-Черкесии присоединились участники движения школьных лесничеств, студенты кафедры лесного дела, сотрудники федеральных органов власти, общественники, бизнесмены и волонтеры. Информацию комментирует советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Карачаево-Черкесия участвует в этой акции с момента ее запуска в 2019 году. Центральная акция у нас проходит в Джигутинском участковом лесничестве. Мы высаживаем березовую рощу вместе с волонтерами, предприятиями, общественными организациями. Это 600 саженцев березы на площади полгектара. В Доме печати Черкеска презентовали новые книги, изданные Карачаево-Черкесским книжным издательством. Исполняющий обязанности министра республики по делам национальности и массовым коммуникациями печати Ислам Хубиев поздравил авторов книг, а также отметил их высокий профессионализм. Юному читателю адресована книга «Солнечный дом» поэта Мурата Братова. Его стихи полны жизни, озорства, доброй иронии, в них заложены глубокие общечеловеческие смыслы. 80-летию со дня изгнания немецких захватчиков Северного Кавказа посвящена книга «Хроника войны на Северном Кавказе» исследователя Юрия Кореневского. А в книге Татьяны Братковой «Как закаляется золото» рассказана история героя социалистического труда Николая Браткова. Летопись «Мужество» – многолетняя исследовательская работа Светланы Наймановой Булгаровой об участниках Великой Отечественной войны, уроженцах и жителях Ногайского района и аула Козел-Йорт Хабесского района. Управление Минюста по Карачаево-Черкесии напоминает о том, что оказывает государственную услугу по проставлению апостилем. Апостиль проставляется на официальных документах, таких как диплом об образовании, трудовом стаже, свидетельствий о заключении брака и других, комментирует главный специалист-эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния, управление Минюста по Карачаево-Черкесии Елена Севицкая. Апостиль – это штамп. Штамп, который соответствует определенным требованиям. Он проставляется компетентными органами, либо на самом документе, либо на отдельном листе, потом оно скрепляется в соответствующем порядке. Этот штамп удостоверяет подлинность подписи и должность лица, который подписал этот документ, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. То есть, грубо говоря, штамп Апостиль говорит о том, что данный документ на территории иностранного государства имеет юридическую силу. Российские блогеры могут посетить Карачаево-Черкесию в рамках блок-тура «Жемчужина Кавказа». Завершается регистрация на участие в мероприятии, в рамках которого в течение пяти дней популярные блогеры страны ознакомятся с культурным многообразием, национальным колоритом и природными достопримечательностями нашей республики, Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Принять участие в проекте могут все желающие из разных регионов России с аудиторией в социальных сетях от 5000 подписчиков. Будут выбраны участники с максимальным количеством реальных фолловеров, выполнившие творческое задание. В их число войдут 12 наиболее популярных блогеров из 12 регионов страны с общим количеством подписчиков более 1 миллиона человек. На территории термальных источников в Карачаево-Черкесии незаконно использовали экзотических птиц и страусов в культурно-зрелищных целях. Об этом сообщила государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Росельхознадзора Екатерина Тутыхина. Установлено, что на территории термального комплекса «Жемчужина Кавказа» в поселке Кавказском содержатся экзотические куры, утки, цесарки и семь страусов в культурно-зрелищных целях. Однако у собственника отсутствовала лицензия на осуществление такой деятельности. Анализ информации в электронной системе «Меркурий» показал, что перемещение животных к месту дислокации не осуществлялось, а на животных отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документы. Животные также не состояли на учете в районной ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Управлением Росельхознадзора у ООО «Жемчужина Кавказа» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. Для принятия мер информация направлена в прокуратуру республики. В Нальчике прошли межрегиональные соревнования по легкой атлетике, посвященные памяти тренеров Кабардино-Балкарии. Нашу республику представили четыре спортивные школы. В результате упорной борьбы победителями стали Станислав Бельчинский, Виктория Башко, Милана Могулаева, Диана Гатаева, Амир Джубуев, Мурат Барлаков, Владислав Евтушенко, Иван Нохрин и другие. В Черкесске завершился 10-й всероссийский отборочный турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет в памяти заслуженного тренера России Михаила Чукова. В копилке борцов Карачаева-Черкесии семь медалей и две путевки на юношеское первенство страны. Призерами в своих весовых категориях стали Денислам Хубиев, Магомед Кирейтов, Камиль Карасов, Инверисинеев, Азнаур Кумуков, Алишев Хужев и Руслан Мазукабзов. Отметим, что победители получили путевку на первенство России. Тренируют спортсменов Эльдар Каракаев, Белял Матакаев, Серажу Дин Аюбов, Александр Гамов, Абрек Бек Муханов и Коншао Хакунов. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь, град. Ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17, плюс 22. В горах местами до плюс 14. В горах Карачаева-Черкесии свыше 2500 метров. Лавина опасна. В Черкесии днем кратковременный дождь, гроза, ветер в восточной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними ознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.